МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Денис Макеев, директор Дельфинария. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Насколько я знаю, именно ваш передвижной дельфинарий расположился на площадке возле ТРЦ «Премьер». Да, совершенно верно. И именно там рязанцы могут увидеть замечательное представление и познакомиться с белухами. Белухи, да. Вот если можно, расскажите, пожалуйста, о тех животных, которые принимают участие в вашем представлении. Что вообще могут увидеть рязанцы? Для начала в нашем представлении принимают участие две белухи и морской котик. Белух зовут Одиссея Афродита, морского котика Степан. Зрители могут увидеть животных, как они пишут картины. Это очень достаточно интересно. Все люди хлопают, ахают, охают. Улыбки просто не сходят с их лиц. Также разные акробатические номера. У нас и песни есть, которые животные поют. И дельфины, и морской котик, и танцы, и прыжки в воду. То есть у нас насыщенная программа, которая людям очень нравится. Они смотрят с улыбкой, схлопают и выходят очень довольны, с положительными эмоциями и с улыбкой на лице. Денис, расскажите, пожалуйста, о белухах. Насколько я знаю, это полярный белый дельфин. Достаточно редкий вид. Но это не редкий вид. Он водится у нас в Северно-Ледовитом океане. Да, это полярные дельфины, которые живут в морской воде и в холодной также. Поэтому у нас вода тоже не подогревается, так как чем выше градус воды, чем она теплее, тем они чувствуют себя некомфортно. Поэтому мы воду не подогреваем. У нас она 8-10 градусов. Они находятся как в естественной среде. Морской котик тоже, он полярный, северный. Ну, а чем отличаются полярные белые дельфины от дельфинов обычных? Помимо внешнего вида, не знаю, может быть, по повадкам? Да, у них абсолютно разные животные. Во-первых, это внешний вид. Наши белухи, они белые, так как они среди льдов плавают, маскируются. Черноморские дельфины – это афалины. Они черные, ну, как, наверное, многие из нас были на море, да, и видели дельфинов, которые выпрыгивают и плавают. Они гораздо меньше наших дельфинов, в 2-3 раза. Вот. Ну, и характер у них тоже, если говорить о процессе обучения дельфинов, то характер у них тоже разный. То есть одних надо учить по одному, других по другому. Ну, и характерами они кто-то умнее, кто-то требовательнее. Денис, я слышала, что белухи – это единственные млекопитающие, у которых, как и у людей, да, существует мимика. Это действительно так? И можно ли на представлении это увидеть? Это действительно так. Если присмотреться, то можно увидеть улыбку, ну, либо грусть какую-то. Они же тоже и грустят, и улыбаются. Поэтому если присмотреться, да, если долго находиться с ними, то можно увидеть, как они улыбаются. Это на самом деле так. Вот, когда прикасаешься к дельфинам, у тебя положительные эмоции, ты их гладишь. То есть незабываемый восторг это все дается. Насколько я знаю, у вас нет дрессировщиков, но есть тренеры. Каким образом выстраиваются отношения между вашими подопечными и теми людьми, которые их тренируют? И как удается добиться того, чтобы они выполняли какие-то определенные команды? Все правильно. Только исключительно доверительное отношение между тренером и дельфинами происходит, потому что их нельзя обижать. Они умеют обижаться, они умеют уплывать. Ну, даже им просто, если что-то не нравится, они умеют уплыть на середину бассейна, залечь на дно и лежать, смотреть на тебя вот так вот. Ну, обижаются как люди, как животные некоторые, да, у них есть обида. Вот, исключительно доверительные отношения. Никто никогда в нашем дельфинарии не прибегал к каким-то насильственным действиям к животным. Вот. Все это делается постепенно, размеренно. Каждая какая-то новая программа, не программа, а новый номер какой-то в программе, делается постепенно, на доверии, с жестами. А вообще много времени уходит на то, чтобы вот какой-то отдельный номер поставить? Или всегда по-разному? Вы знаете, всегда по-разному. Очень тяжело обучать их, да, когда, ну, они совсем ничего не знают. То есть первоначальные такие закладывания, вот, это происходит около года, может быть, полтора года. Ну, а потом полегче идет процесс, каждый номер, они уже понимают, что от них, они вредничают, они показывают свой характер, они могут не делать то, что хочешь, поэтому как-то с ними общий язык нужно находить. То есть не сделал сегодня, там попробовать завтра. Ну, мучить их нельзя, ни в коем случае. А вообще, что они едят, на каких размерах они могут вырасти? Белухи достигают до 6 метров, вот, даже есть случаи, я уже не помню кличку белухи, она 6,75, по-моему, вырасти, почти 7 метров, да, это не на воле, это вот так же в каком-то дельфинарии достигло до 7 метров. Я уже не помню, как, ну, как ее звали, вот, но так в среднем, где-то до 6 метров вырастают дельфины, вот, наши, вот, белухи. А что они едят? Они едят рыбку, сельдь, ментай, скумбрия, мойва, семгу, мы тоже их кормим и семгой, вот, едят они достаточно хорошо, где-то по 20-25 килограмм каждый в день. Это так, да, действительно неплохо. А вот у вас морской котик, да, и две белухи. Насколько я знаю, в представлении морской котик, он тоже прыгает в бассейн. Они как-то между собой могут ужиться, белухи и морской котик? Или их лучше не допускать в одно пространство? Они могут ужиться, конечно же, могут ужиться, вот, но у нас их тренер выходит, когда выходит морской котик, прыгает в бассейн, у нас тренер выходит и держит дельфинов, потому что они играются, начинают играться с морским котиком, ну, а он не понимает этого, поэтому нам приходится отвлекать дельфинов, пока у нас морской котик работает в воде. Ну, вообще, вообще в теории они могут, конечно же, ужиться, они могут плавать в одном бассейне, ну, не постоянно, но вот так вот. Есть даже в каком-то из дельфинариев, что морской котик забирается на спину дельфина, и он возит. А вот в то время, когда у вас представления не проходят, ваши подопечные, они также плавают в бассейне или каким-то другим образом содержатся? Нет, конечно же, также плавают в бассейне, в воде, там соленая вода, морская вода, мы ее специально подготавливаем, работает там три фильтра, которые круглосуточно, без перерыва отфильтровывают всю эту воду, чтобы она была чистенькой, чтобы им комфортно было плавать в нашей воде. Вода меняется два раза, раз в две недели, сменяется, идет полная подмена воды, вот, засыпается туда 15 тонн соли в наш бассейн, ну, и доводится до максимально близкой к естественной морской воде. Когда у нас нет представления, они, конечно же, так же едят, то есть мы их кормим так же, потому что некоторые думают, что кормят их только на представление. Нет, они как люди едят каждый день, каждый день они съедают свои положенные 20 килограмм, 25 килограмм, да. Вот, поэтому пусть никто не думает, что мы их не кормим, мы их кормим каждый день, естественно. Расскажите, пожалуйста, о вашем морском котике. Я сама была на вашем представлении, видела все то, что он проделывает, как он танцует, как он ходит на передних ластах. По-моему, он, ну, некоторым зрителям очень понравился. Импонирует. Именно, да, вот именно он. Как, опять же, выстраиваются отношения с ним? Насколько его легко чему-то научить новому? С ним тоже на доверительных отношениях. Причем, если дельфины не слышат, да, человеческий голос, они улавливают определенные там импульсы, да, то котик, он слышит и человеческий голос, наш тренер с ним разговаривает и говорит ему, там, можно, нельзя, тоже на доверительных отношениях. Вам понравилось, кстати, представление? Мне безумно понравилось. Мне очень понравилось, как Степан, ну, это как раз морской котик, да, как он целует своего тренера. Это безумно мило. Даже хотелось оказаться на ее месте. После танца он целует в губы ее, вот. Ну, и в щечку, во время представления в щечку целует ее тоже. Но, что касается морского котика, то у него один тренер, и ему сложно переключиться, очень сложно переключиться на другого тренера. Наверное, самое большое удовольствие было бы, ну, каким-то образом, да, самим пообщаться с этими дельфинами, хотя бы сфотографироваться с ними можно у вас после представления? Да, конечно, у нас есть такая услуга. После представления у нас может каждый желающий сфотографироваться либо с дельфинами, либо с морским котиком. Во время представления мы не запрещаем, можно вести и фото, и видеосъемку. То есть люди во время представления всегда все снимают, фотографируют. Ну, а после представления, если есть желающий, то фотография происходит, человек выходит на помост, вытягивает руку, и дельфин касается руки, и этот кадр запечатляется. Ну, приближается время новогодних праздников, длительные каникулы, когда многие просто не знают, куда себя деть, куда пойти, чем себя развлечь. В эти дни вы будете давать представление в нашем городе? Можно будет разбавить новогодние столы вот таким удовольствием пообщаться с дельфинами? Конечно, конечно. Мы планируем проводить свои представления со 2 января, со 2 января до, по 8 января включительно. Каждый день, 3 раза в день, это в 12, 15, 18 часов. То есть все желающие, которые еще не были у нас в дельфинарии, могут получить бурю положительных эмоций, восторг, припосетив нас. Причем у нас будет Дед Мороз в это время и Снегурочка. Да, мы планируем пригласить Дед Мороза в Снегурочку, чтобы они веселили детей, проводили какие-то конкурсы. Ну и помимо у нас еще выступление будет. Скажите, если кто-то до Нового года решит вас посетить, каким образом можно узнать ваше расписание, в какое время представление, по каким-то телефонам, где-то в интернете? Да, у нас есть группа в интернете, шоу белых китов Рязань. В этой группе все написано, там и номер телефона, и каждую неделю выкладывается представление, в какие дни, во сколько это все будет. Мы даже уже, скорее всего, на этой неделе планируем проводить представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. То есть уже в преддверии новогодних праздников мы хотим порадовать детей до Нового года Дедом Морозом и Снегурочкой. Ну что ж, Денис, большое спасибо, что нашли время к нам прийти. Спасибо, что вы приехали в наш город. Дарите его жителям радость, положительные эмоции. Мы поздравляем вас и ваших питомцев с наступающими новогодними праздниками. Желаем всего самого лучшего в Новом году. Спасибо. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова